Участки открылись ровно в 8. 4 в городе, 10 в сельских населенных пунктах. Это микрорайон Алексеевский около 10 утра. В праймерис принял участие глава города Сергей Сергеев. На участке небольшая очередь, но двигалась она быстро. Похожую картину можно было наблюдать в течение всего дня на большей части участков. Явка хорошая, активно люди приходят голосовать. В основном это и молодежь, и пенсионеры разных возрастов. Настроение хорошее, на участке все спокойно. Город Анапа у нас непростой город, курортный, и хотят видеть своего кандидата, своего представителя, как говорится. Людей очень много пожилого возраста, потому что, видать, пожилой возраст – это те люди, которым на самом деле нужна помощь. Информацию о том, где можно проголосовать, накануне опубликовали в средствах массовой информации, а также на официальном сайте города-курорта. На руки выдавали по два бюллетеня с потенциальными кандидатами-одномандатниками, а также теми, кто претендует попасть в избирательный список. Голосование рейтинговое. Можно было выбрать одного или нескольких претендентов. Победу одержит тот, кто наберет больше голосов. Конечно, важно. Новая такая инициатива. Она у нас в стране только начинает. Праймерис, наверное. Начинаем мы к этому привыкать. Но, я думаю, привыкнем и, думаю, будет очень полезно. Все-таки партия большая, кандидатов много. Можем сами выбрать, кто сможет из них продолжить дальнейшую борьбу. Ну, что даст. Я думаю, что помогут нам в улучшении благоустройства нашего города. И вообще, это же интересно, это жизнь. Активист Марина Буковец считает, что возможность влиять на списки кандидатов – еще один инструмент влияния на политику, и им необходимо пользоваться. Я считаю своим гражданским долгом прийти, проголосовать за человека, который будет представлять нашу Анапу в законодательном собрании края. И, в свою очередь, я всем, кому могла, я всем объясняла, как это важно для нас. Потому что, все-таки, я считаю, что выборы – это очень важно. Участки закрылись ровно в восемь. Подсчет голосов проводится в Новороссийском отделении партии. Окончательные итоги подведут в ближайшие дни. Субтитры создавал DimaTorzok